Мир вам, дорогие мои! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Спасибо, что смотрите, подписываетесь, раскидываете по своим соцсетям. Сегодня я хотел бы поговорить и, наверное, больше ответить комментаторам, я думаю, нашим людям, нашим зрителям, которые постоянно пишут и говорят, вот не судите, не судимы будете. Я должен поговорить, вчера мне очень сильно пришло это на сердце, поговорить с вами на эту тему, чтобы вы пересмотрели все и не манипулировали Словом Божьим, не манипулировали этим местом Писания, не судимы, да не судимы будете. Сейчас разгорается очень большой скандал, он давно уже идет вокруг пастора церкви Хиллсонг, пишут многие газеты, многие интернет-порталы, рассказывают его историю. И там, наверное, тоже вначале звучало, и, может быть, у некоторых опять звучит, у христиан, так называемых, мне кажется, «не судите, не судимы будете». Суть скандала в том, что его отец был педофилом. Он был большим человеком в структуре в религиозный епископ, он там надзирателем на целый регион, на целой Австралии, еще на другими островами. И когда он служил, он занимался тем, чем занимался, насиловал детей. Когда он умирал, он признался своему сыну Брайану, который пастор этой церкви. Так, по крайней мере, рассказывают всю эту историю сегодня и христианские СМИ тоже. Есть желание всегда промолчать, умолчать и сказать «не судите». И к чему это приводит, мы все сами с вами свидетелями стали. Сколько скандалов в католической церкви насчет педофилии. Я не хочу сегодня трогать то, что происходит на Западе. Нам кажется, что у нас все святое, и мы все очень святые. Я просто упомяну несколько моментов здесь. Когда вы мне говорите, что «не судите» и «не судимы будете», вы скажите родителям девочек. Есть истории, которые знают, о которых умалчивают и сегодня не говорят. Когда дети одного большого епископа насиловали девочку себя в церкви, говорили об этом, становилось известно, несовершеннолетних. И там шло тоже «не судите», «бог рассудит», «бог все видит», «это не ваше дело». Когда пастор украл полмиллиарда, и все сегодня опять говорят «не судите», «не судимы будете», весь мир уже знает об этом. Когда я был вот сейчас в одной области, приехал, и когда пастора затравили свои же, свои же пастыри и епископа в Сибири, в Южной Сибири, и он совершил самоубийство, он просто не мог больше с этим мириться и не находил выхода, потому что его не давали, его морально уничтожали. И он покончил жизнь самоубийством. И это не единичный случай. И вы мне опять будете говорить «не судите». Когда рассказывают истории, один очень известный у нас епископ, ездил на охоту, убил лося. И к пастору, у которого он гостил, говорит, «да давай тебе в машину положим, тебе ничего не будет, ты местный». Их остановили, нашли, завели уголовное дело. И этот пастор просто не знал, как отмыться от этого позора, потому что все начали говорить, а епископ умыл руки. И сказал, что «я здесь ни при чем». Это знают все, эти истории знают в Союзах. Но везде всем закрывают рот одними и теми же словами. «Не судите, да не судимы будете». Когда не РосХВЕ лжет на камеру и говорит «я здесь ни при чем», «я не это», «я не то», «меня не поняли». Мы видим эти нелепые какие-то лживые оправдания. И опять звучат голоса «не судимы», «не судите, да не судимы будете». Когда несколько лет назад осудили пастора краеугольного камня, который входит в структуру слова жизни, все газеты написали, комсомолка писала за педофилию, вывозил детей за город и тоже делал с ними то, что делал. Дали срок 10 лет. «Опять будете говорить, не судите?» «Да не судимы будете». Я могу рассказывать, продолжать и продолжать. Я знаю, что происходит. Я не называю имен, не говорю об этом. Но и вы имейте совесть, имейте совесть перед Богом. Не затыкайте никому рот, не говорите, не судите. Мир уже об этом знает, органы знают, спецслужбы знают, которые ведут этих, когда пьянствуют, когда воруют деньги, когда вот эти ужасные случаи изнасилования происходят. Прочитайте книгу Константина Бендеса, который рассказывает эти истории вскользь. Или книгу еще одного автора Сергея Лавринова из Тюмени. Прочитайте. И тоже опять голоса раздаются. «Несудимы, да не судимы будете». Мы никого не судим. Никого. Мы просто рассказываем здесь на канале о том, что происходит. Кто-то пытается убедить, говорит, канал уже не христианский, стало вот это показывать и вот это показывать. Да, мы христиане, мы живем в этом обществе. Мы соль этого мира. Если есть гниль какая-то, уже начала разлагаться, это значит, нету соли там, нет христиан там, некому сказать, некому указать, некому поднять эти проблемы. Долгие годы я поднимал все эти проблемы в союзе, в котором я состоял. Выгнали, ну и что? И опять не суди, ты ушел, не судимы будете. Это позор сегодня нашего российского христианства. Я не могу молчать. Я просто рассказываю об этом. Я никого не сужу. Судите вы. Благослови вас всех, Господь. Маленькое объявление в конце хочу сделать, что наша церковь много молится сегодня за нужды. И в конце этого ролика мы поставим адрес электронной почты, куда все вы, дорогие зрители канала, можете присылать нам свои молитвенные нужды, свои молитвенные просьбы. И пусть это молитвенное наше служение нашей церкви, оно растет. Я приглашаю к сотрудничеству церкви, чтобы мы становились церквями, молитвенными побратимами церкви с Украины, с Армении, с других стран. Давайте вместе молиться. Мы будем публиковать нужды, чтобы еженедельно мы молились за людей, за страждущих, за нуждающихся, за тех, кто в беде, за тех, кому сегодня нелегко и кому сегодня затыкают рот все этими же словами, манипуляциями. Не судите, не судите. Мы не судим, еще раз повторю. Судите вы. Благослови вас Богу.